На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Дарья Горельцева и вначале коротко о главных темах этого выпуска. Завершилось главное событие этого года – трехдневное голосование. Нефтьюганск показал отличные результаты явки избирателей на выборах. Печенье своими руками и праздник уличной культуры. В рамках регионального фестиваля «Действуй» в городе прошли познавательные мастер-классы. Снова на пьедестале. Спортсмены секции смешанных единоборств вернулись победами в чемпионате Уральского федерального округа. Три дня голосования завершились. Воспользоваться своим конституционным правом нефтьюганцы решали все вместе, приходя на избирательные участки семьями и даже поколениями. Супруги Мякишевы, участники семейных и национальных конкурсов, представители трудовой династии педагогов не смогли пропустить главные выборы страны. Среди первых посетителей избирательного участка во второй общеобразовательной – многодетная семья Мякишевых. Они всегда продерживаются девизом «Хочешь начать день с чего-то хорошего – начни с ответственного, и день сложится как положено». Утро субботы не стало исключением. Мы пришли на выборы, чтобы, естественно, подтвердить свою гражданскую активность. Мы ведь выбираем сегодня не только для себя, но и за наших детей, за их счастливую жизнь. И потом очень хочется, чтобы наша страна сохранила свое лидерство во всех отношениях, тем более в наше время. Альбина и Константин воспитывают троих детей. Старшему 12, а младше едва исполнился месяц. Родители вспоминают, что эта традиция стала семейной еще в детстве. Сегодня шли на выборы, вспоминали, как это проходило у нас в детстве. Уезжая в отпуск, нас даже водили бабушка с дедушкой. Настолько было как-то ответственно, подходили к этому моменту. Привязывали именно с детства, как привычку. Сегодня своим примером показать нашим детям, как мы это делаем, чтобы они тоже перенимали это в традицию. Несмотря на то, что дети еще маленькие и не достигли возраста голосования, им было интересно наблюдать за этим процессом и получить подарки за участие в Терринии Достижений Югры. Поздравляем ваш подарок, абонемент на 8 посещений к Рызову. Мякишевы – активная семья нашего города. В 2020-м стали лауреатами национальной премии за вклад в развитие семейного и культурно-исторического наследия, семейная реликвия и победителями всероссийского конкурса «Семья года». Как отмечают нефтьюганцы, выбор главы государства также является проявлением их активной гражданской позиции. Дарья Грельцева, Олег Келькин, телерадиокомпания «Юганск». Выборы президента Российской Федерации завершились. Югорчане показали хороший процент явки. По данным окружной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 87,13 избирателей. Как выборы главы государства прошли в Невсюганске, смотрите в следующем сюжете. Ключевыми задачами для проведения выборов являются легитимность и безопасность. Для этого на всех избирательных участках дежурили правоохранители, общественные наблюдатели и волонтеры. Все помещения для голосования были оборудованы стационарными металлодетекторами и видеонаблюдением. «Участок работает в штатном режиме. За ходом голосования наблюдают представители партии, общественные наблюдатели, активно помогают волонтеры. Радует гражданская активность населения. Люди приходят на избирательный участок в хорошем настроении. На сегодняшний день никаких нарушений не зафиксировано». На каждом пункте голосования были предусмотрены пандусы для малобомбильных граждан, специальные кабинки и кнопки вызова сотрудника УИК, который всегда готов помочь избирателю, если у него возникнут трудности в связи с состоянием здоровья. «Встретить человека, проводить его до его кабинки, помочь ему записать себе паспортные данные, выдать бюллетень. Мы ему не помогаем, он справляется сам. Также проводить его до уровня, отдать свой голос». Поход на выбор – это хорошая возможность не только выразить свою гражданскую позицию, но и сделать это вместе с самыми близкими. «Все доступно, все понятно, пришли как граждане. Ответственные, добросовестные. Выбор президента – это очень ответственный шаг не только для России, но и для нашей семьи, так как мы часть России. Поэтому мы всей семьей пришли проголосовать и выбрать нашего президента». После ответственного шага – отдать свой голос. Горожане с удовольствием шли контролером цифровой викторины достижений Югры за своими подарками. «Новенькое узнали, не сразу на все три вопроса ответили. Со второй попытки была одна ошибочка, ну исправила, узнала новое. Очень интересно, познавательно, замечательно. Я считаю, что молодежь обязательно должна принимать участие в этом». По данным территориальной избирательной комиссии нашего города, явка составила 89,87%. Дарья Грельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Приятным бонусом для избирателей стала викторина достижений Югры. Последние несколько дней нефтьюганцы участвовали в беспроигрышной лотерее. Большинству достались значки или сертификаты, некоторым – денежные подарки. Опять счастливчиков получили квартиры и машины. Первый крупный подарок получила Инна Ивановна Амельчак. На участке 741 женщина получила автомобиль «Лада Веста». «Подумала, что это неправда, что это розыгрышка». «Еще раз скажите, что вы выиграли». «Я выиграла автомобиль». «И еще раз». «Автомобиль». «Ура!» А 20-летняя Вероника Брынза стала новоселом. Девушка первой среди нефтьюганцев получила заветное СМС с текстом. «Ваш подарок – квартира». В состоянии полного шока счастливице пришлось несколько раз перечитать сообщение, чтобы поверить. С крупной удачей девушку поздравила глава города. «От всей души, я радую вас. Дай Бог, чтобы вам там жилось и радовало вас. Вы одна приходили на буду?» «С отцом». «С отцом, где папа?» «С отцом». «Ге папа, чем у вас души». «Поздравляю вас». «Спасибо, спасибо». Третий подарок разгорали 16 марта. Обладательницей второй квартиры стала Бусфира Ханифовна Курбанова. «Мы даже сами не верим, мы даже не думали, но всегда шли с такой, что мы должны что-то выиграть». «Все, спасибо вам. Мы вас поздравляем еще раз». «Спасибо». Обладательницей второго автомобиля стала Анисаша Керзянова. Но стать владельцем третьей разыгрываемой однушки повезло Дмитрию Краснобай. «Ваш подарок, квартира, ваши впечатления. Первый». Екатерина Балакина, телерадиокомпания «Юганск». Экскурсии, выставки и мастер-классы. В Нефтьюганске подошел к концу региональный фестиваль действий. Горожанам удалось принять участие более чем в 20 мероприятиях. Одним из них стало изготовление солнечного печенья. «Ты – часть Югры. Югра – часть России. Ты – часть большой страны». По таким девизам, во всех 22 муниципалитетах нашего региона состоялось продолжение Всемирного фестиваля молодежи. «Я считаю, что это вообще грандиозное событие, очень нужное и важное для нашего города, потому что это, во-первых, объединяет всю творческую и активную молодежь, дает ей возможность реализовать свои таланты». Участники высоко оценили разнообразие мероприятий фестиваля, которые подготовили для них организаторы. «Мне больше всего понравилось вузболынке мероприятия, потому что было интересно находить фрагменты фотографий. Мы проходили по домам, мы также на улице изучали. Было интересно». «Вообще очень классно. Можно много где себя опробовать и посмотреть, как ты можешь себя реализовать, там чему-то научиться. Вообще супер». В непринужденной обстановке участники общались на тему семейных ценностей, традиций и рецептов, которые передаются из поколения в поколение. Больше всего печенье было приготовлено в форме главного героя детской сказки – Чебурашки, который стал одним из символов СВО. «Когда собирались семьи за круглым столом, кто-то готовили все вместе, а кто-то элементарно просто трапезничали вместе. Это очень здорово и увлекательно, потому что сейчас нам очень сильно не хватает вот этого общения в кругу семьи за одним большим столом». Каждый участник вложил выпечку, частичку любви, тепла и самых добрых чувств. Дети с огромным удовольствием включились в процесс, ведь то, что сделано своими руками, в разы вкуснее. «Я первый раз люблю печеньки, мне очень нравится. У меня хорошо все получается, одна уже лежит». Все изготовленное печенье, а это около 300 штук, будут переданы бойцам в зону проведения специальной военной операции. Сладости, изготовленные своими руками, дополнят посылки с гуманитарным грузом. Для самых активных организаторы фестиваля провели День уличного искусства. Горожан обучали начальным навыкам игры на барабанах и знакомили с одним из направлений уличного рисунка – готической каллиграфии. Мероприятие открыли активисты движения «Первых», выступив с флешмобом. Основной частью стрит-арта является граффити. Это любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все – от изящных рисунков до просто написанных слов. Поэтому один из мастер-классов посвятили каллиграфии. Каллиграфия является подвидом уличного искусства. Это направление еще развивалось в 90-е годы, но, как и любая другая нелегальная граффити, оно как бы было под запретом. Сейчас уже, когда с этим все проще, уже можно увидеть чаще в работах ту же каллиграфию и те же рисунки от профессиональных художников. Нельзя представить фестиваль уличного искусства без музыки. Местные виртуозы предпочитают играть в общественных местах на барабанах, ведь ударный инструмент захватывает слушателей своим ритмичным и мощным звуком. Попробовать попасть в такт мог любой желающий. Повторяю. А ноги? После того, как ведущий продемонстрировал свою саму игру на барабанах, он нам показал определенные координационные упражнения, которые помогут каждому учиться играть на барабанах. И сейчас еще в течение 30 минут он будет продолжать обучать людей, детей, всех желающих игры на барабанах. Огоньку мероприятию придали фаерщики. Конечно, вместо пламени они использовали более безопасный реквизит – светодиодные шесты. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганские спортсмены заняли сразу 8 призовых мест. Значительно увеличить копилку наград удалось на первенстве Уральского федерального округа по смешанным боевым единоборствам. Подробнее о том, как наши бойцы отстояли честь города, смотрите в следующем сюжете. На первенстве встретились лучшие бойцы со всего Урала. Каждый из них боролся за возможность принять участие на всероссийских соревнованиях. Нефтьюганск, доказывая свое звание кузницы чемпионов, не стал исключением. Наши спортсмены взяли 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Для 16-летнего Ивана Толочкина это уже не первые соревнования такого крупного масштаба. Я уже становился первым на Урфу. Это было мое третье Урфу. Нужно просто трудолюбие и все. Это главное. Будет трудолюбие, а все получится. Тренироваться в первую очередь. И ментально тоже нужно настроиться. Потому что соперники уже на другом уровне. Ты это должен понимать, выходить и просто выигрывать. Не думая, выиграешь, проиграешь. Показать свои навыки отстоят честь нефтьюганска отправились опытные спортсмены, которые посвятили смешанным боевым единоборствам уже более 10 лет. Они отмечают, что соперники были достойны и борьба велась на равных. У нас плохо не может быть. Хорошо готовились, провели. Мы начали вообще готовиться с января. Полтора-два месяца. У нас с нами ехали и наша молодежь, 16-17 лет. Утром, вечером, по две тренировки в день. Мы с однокубником выступали на один вес, и мы в разных сетках оба дошли до финала. Так как он старший, он стал первым победителем, чемпионом он стал, я стал серебряным. На отличительные результаты спортсменов значительно влияет долгая и кропотливая работа тренеров. Фахрудин Шахкеримов – опытный боец и отличный наставник. Именно его труд помогает нефтьюганцам занимать призовые места. Каждому нужен свой подход, каждый по-своему усилен и дорабатываем ошибки. Все делали то, что их учили, то, что они лучше всего умеют, то и делали. Спортсмены из Нефтьюганской с года в год доказывают свои звания лучших, а молодое поколение догоняет уже опытных бойцов. Без сомнений можно сказать, что дальше ребят ожидают не менее значимые победы. Создание комфортных условий труда и отдыха для работников РН «Юганскнефтегаз» – приоритетная задача градообразующего предприятия. Для реализации этой социальной задачи в конце 2023 года на Приобском месторождении ввели в эксплуатацию в актовый комплекс. О новом общежитии расскажет наш коллега. РН «Юганскнефтегаз» следует принципам социальной ответственности, создает на месторождениях, в том числе и удаленных, комфортные бытовые и безопасные условия для работников. Строятся новые здания, проводятся капитальные ремонты в уже имеющихся помещениях, развивается инфраструктура. Так, в конце 2023 года на Приобском месторождении ввели в эксплуатацию новый социальный объект – вахтовое общежитие «Уют» площадью 4000 квадратных метров, где в двух корпусах могут одновременно проживать до 140 человек. А комфортная обстановка вахтового посёлка во многом помогает сгладить суровые условия работы на месторождениях. В данный момент у нас продолжается заселение. В основную массу сотрудников общества мы заселили. Это у нас ЦППН-7, ЦСПТГ-4. Сейчас формируются списки и готовим заселение следующих жильцов, сотрудников нашего общества. Внутреннее пространство общежития начинается с вахты. Посторонние здесь не пройдут, ведь помимо внимательного администратора, здание оборудовано системой видеонаблюдения. На первом этаже расположена раздевалка для сушки рабочей одежды. Есть и все условия для приготовления пищи. Хоть многие питаются в столовых, для любителей готовить оборудованы кухни. Имеется вся необходимая бытовая техника. А тёплые переходы между жилыми помещениями позволяют комфортно добраться до своей комнаты, которая полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. И помимо спальных мест также есть отдельные санузлы и душевые. Достаточно комфортные жилые блоки, которые состоят из двух комнат, каждая на три спальных места. В жилом блоке есть у нас холк, в котором подразумевается приём пищи, стол, кухня. Комфортные очень и замечательные условия, я считаю, для наших проживающих. Проектировщики не обошли стороной организацию досуга работников и поддержание их физической формы. Для этого здесь оборудованы спортивный зал с тренажёрами, библиотека, бильярдная комната, в холлах установлены телевизоры. А в любой точке здания есть возможность подключиться к сети интернет. Все эти условия создаются в рамках социальной политики Роснефти, которая направлена на создание комфортных условий для работников, чтобы они могли полностью сосредоточиться на выполнении своих профессиональных обязанностей. На этом наш выпуск новостей завершён. Всего вам доброго и до встречи в эфире.